Здравствуйте! Пришло время новостей. В студии Ирина Коробко. Авиапространство Украины и ЕС становится совместным, а Одесситы демонстрируют неприятие курса евроинтеграции. В городе продолжают сносить мафы. Горожане выступают против застройки французского бульвара. И смотрите далее. Пятилетняя девочка погибла в пятницу утром при пожаре на Молдаванке. К сожалению, ребенка спасти не удалось. 20 декабря – день работников украинской милиции. По городу будут курсировать новогодние трамваи и троллейбусы. Чтобы донести поздравления и праздничное настроение во все уголки нашего города. Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. Первым делом самолеты. В качестве закрепления евроинтеграционных намерений украинского правительства в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства состоялось подписание предварительного соглашения о совместном авиационном пространстве и открытом небе между Украиной и ЕС. Присоединение к проекту создаст для авиационных компаний нашей страны дополнительные возможности. В частности, открытие рейсов в новых направлениях. Кроме того, с лета 2015 года ожидается удешевление авиабилетов и повышение качества услуг в аэропортах. Такого эффекта удастся добиться благодаря конкуренции между отечественными и иностранными авиакомпаниями. В 2015-м самолеты любой украинской авиакомпании смогут приземляться в европейских аэропортах и наоборот. Отличились. Одесситы принесли тыкву для еврокомиссаров. Таким образом, участники пикета под представительством Евросоюза в Уютном переулке продемонстрировали отказ от ассоциации с ЕС и неприятие курса евроинтеграции. Продолжит Дарья Сидоровская. Одесситы не устают развлекать прессу флешмобами. На этот раз они просят еврокомиссаров не вмешиваться во внутриполитические дела Украины. Вы только ошиблись адресом и пришли под здание миссии Евросоюза показанию пограничной помощи Молдове и Украине. Скандируя при этом, комиссар выходит так, как будто именно в этом здании сидят те самые европейские комиссары. Тыква – это на Украине всегда был такой ритуал. Когда девушка отказывала парню, она ему подносила тыкву. И он понимал, что это категорическое «нет». Вот и мы говорим – категорическое «нет». Одесситы недовольны тем, что еврокомиссары посещают киевский Евромайдан. Такой акцией пару десятков горожан намеревались показать, что далеко не все граждане Украины поддерживают антиправительственные выступления в столице и политику сближения с ЕС. Обращение. Мы, граждане Украины, крайне возбуждены длинным носом еврокомиссаров, которые они суют в наши внутриполитические дела. И впредь не потерпим ваших вероломных политических посягательств. Тыкву и обращение никто из представителей Евромиссии у участников акции не принял. Поэтому незадачливые митингующие были вынуждены оставить ее на ступеньках. Дарья Сидоровская, Александр Шулятиков, Новая Одесса. Пятилетняя девочка погибла в пятницу утром при пожаре на Молдаванке. Проснувшись от дыма, мать успела вынести сына на улицу, но маленькая Олеся осталась в горящей квартире. Хотя пожарные прибыли быстро, ребенка спасти не удалось. Дарья Сидоровская знает больше. В половине девятого утра поступило сообщение о пожаре на Болгарской. В двухэтажном доме из окна первого этажа вырывалось пламя и шел сильный дым. Обнаружив задымление, 80-летняя бабушка начала звать на помощь. Прохожие вызвали пожарных. Огромное спасибо мальчику Диме, который туда с баллонами и с остальными ребятами заходил. Спасибо. Я не знаю, спасли девочку или нет, но спасибо ему огромное за оперативную работу, и что не пострадали остальные люди во дворе и дети. Прибывшие через пять минут после вызова спасатели бросились в горящую квартиру. Но было уже поздно. Девочка не подавала признаков жизни. К сожалению, ребенка спасти не удалось. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ребенок погиб. Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, высокой температуре, а также загроможденности путей эвакуации. Как выяснилось, в момент пожара в доме находилась мать с двумя детьми – мальчиком двух лет и пятилетней дочерью. Проснувшись от дыма, женщина выбежала с мальчиком на руках. Как случилось, что маленькая Олеся осталась в горящей квартире, выясняет следственно-оперативная группа. Спасатели через 15 минут ликвидировали возгорание домашнего имущества в однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров. Вовремя обуздав огненную стихию, пожарные не позволили пламени уничтожить весь старинный дом, где находится 19 квартир. В момент пожара в здании находилось около 20 жителей. Соседи оперативно разбудили друг друга и успели выбежать на улицу. Обстательства трагического события и причины пожара устанавливаются. Дарья Сидоровская, Новая Одесса. Масонский дом снова пытаются продать. На следующую сессию Одесского облсовета, которая назначена на 24 декабря, уже вынесен вопрос о продаже здания Русского технического общества по адресу Княжеская 1А. Знаменитый архитектурный памятник, который в народе называют масонским домом, был построен еще в 19 веке известным архитектором Александром Бернардаци. На сегодняшний день здание буквально разваливается на части. Эксперты оценили его стоимость в полтора миллиона гривен. И еще порядка четырех миллионов долларов необходимо на реконструкцию. Предыдущие попытки областной власти закончились неудачей. За все время торгов появился лишь один потенциальный покупатель. Но он, по словам главы облсовета, предложил слишком мало – 200 тысяч долларов. Ну а пока чиновники хотят заработать на архитектурном памятнике как можно больше, здание постепенно разрушается. Семь дней в неделю и 24 часа в сутки. В таком режиме работают те, кто призван защищать и следить за соблюдением закона. 20 декабря – День работников украинской милиции. Свой профессиональный праздник отмечают десятки тысяч человек в погонах. На страже чьих интересов стоит сегодня отечественная милиция. В сюжете Валерии Наумовой. Последние события на Евромайдане серьезно ударили по имиджу украинских стражей правопорядка. Кадры разгона сотрудниками спецподразделения «Беркут» участников митинга облетели многие телеканалы мира. Например, эти – вооруженные дубинками в бронежилетах и касках. Милиционеры пытаются навести порядок на улицах. В ходе стычки пострадали сотни человек, в том числе и десятки журналистов. Травмы получили и сами сотрудники МВД. По данным СМИ, глава ведомства Виктор Пшонко в своем отчете о ночных событиях 30 ноября 2013 года отметил, «Беркут» превысил свои полномочия только в единичных случаях. Сомнения вызывают действия сотрудников милиции в отношении активистов Одесского Евромайдана. Рано утром 25 октября представители исполнительной службы на глазах милиционеров стали разбирать палатки митингующих. В результате несколько человек оказались задержаны. Причем на каком основании ни одному из них пояснить не смогли, уверяют участники действа. Еще один громкий скандал, связанный с работой милиции, разразился в Одессе в 2011-м во время задержания чеченского киллера Аслана Дикаева и его сообщников. План перехвата опасных злоумышленников обернулся трагедией. Два человека погибло, еще четверо получили ранения. Экс-руководители подразделений областной милиции, которых обвинили в служебной халатности и провале операции, пристали перед судом через два года. Суд вынес приговор как раз накануне их профессионального праздника. Один получил срок условно, второго полностью оправдали. Пока будут такие суды и пока будет такое руководство в виде, не знаю, обвиняемые, они уже не обвиняемые, Вот так будут ребята гибнуть за какого-то тупого приказа и выхода из этого никогда не будет. Прокуратура безумовно не погоджается с указанным выроком и будет вписаться апелляцией. Она уже готовится. А это событие в ночь на 23 октября нынешнего года, во время штурма здания областной милиции после задержания бывшего народного депутата Игоря Маркова. Сотрудники правоохранительных органов, вооруженные дубинками, бойцы спецподразделения «Беркут» в полной амуниции против рядовых граждан. Комментарии излишни. Стоять! 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 Сегодня многие говорят о том, что систему правоохранительных органов необходимо реформировать и начинать нужно с чистки кадров. Еще в протяжении последних лет милиция полностью защищена от тех, кто хотел бы проработать на правопорядок. Все, кто с ним погодился, были и личный, и службовый. Все, кто не погодился, отдали на пенсию. Необходимо сокращать и количество самих сотрудников. На 100 тысяч человек в Украине приходится почти 800 стражей правопорядка. Для сравнения, в странах Европы их в два раза меньше. Уменьшение личного состава наряду с демилитаризацией этой сферы рекомендовал Украине и Евросоюз. Правда, о стандартах ЕС в нашей стране можно пока только говорить. Валерия Наумова, Новая Одесса. Одесситы выступают против нового детального плана застройки территории в районе французского бульвара, улиц Азарова и Морской. Они уверены, это исторические центры. Здесь не просто нельзя строить, а даже опасно. Ведь зона прибрежная, потому, возможно, сильные оползни. Дарья Сидоровская продолжит тему. Угол улиц Азарова и Морской. В соответствии с новым детальным планом территорий, за этим забором может вскоре появиться многоэтажка. Одесситы взволнованы. Во-первых, это исторический центр, а во-вторых, поблизости склоны. Жители боятся повторения оползней 1954 года. Это было страшно, понимаете. Поэтому, имея вот этот опыт, мы боимся, что мы станем заложниками этого дома, и что все это может сползти. Потому что зона оползневая, она у нас идет вдоль всего побережья, но в этом районе она выходит на верхнюю террасу. Светлана демонстрирует паспорт с пропиской в доме номер 6 по улице Азарова. Ее семья, состоящая из пяти человек, так и не получила обещанного жилья от застройщика. Разрушив дом, он исчез. Фирма-застройщик перекрыла нам вход и выход. Нарушила все, что можно было нарушить. Канализацию стены, несущие стены, воду, свет, фашистскими методами обошлась с нами. При этом Градсовет, прошедший 18 декабря, знает, что еще не все отселены, одобряет проект на застройку территории. Дарья Сидоровская, Александр Шулятиков, Новая Одесса. Тремя киосками меньше. Демонтаж некапитальных строений переместился на привокзальную площадь. Одна торговая точка была демонтирована ранним утром. Ларек вывез его владелец. Остальные два пришлось убирать с площади за бюджетные деньги. Сложно ли демонтировать МАФ, знает Вадим Шпаченко. В общем-то, демонтаж ларьков без капитального фундамента – дело не из сложных. Считанные минуты и одним ларьком на привокзальной площади станет меньше. Стоп! Тросы от этого ларька уже отцепили. И объект, который стоял тут многие годы, увозят буквально за пять минут. Женщину, которая трудилась реализатором в этом ларьке, не интересует, сколько длился демонтаж. Она осталась без работы. Если он остается без работы, в таком возрасте. Вы много лет проработали? Много. На следующей неделе без работы останется и этот торговец с шаурмой. Сани Саид – палестинец. Он хвастается чистым рабочим местом и уверяет, что любит готовить для одесситов. Я здесь работаю, и у меня ребенок должен ему кормить, и за квартиру надо заплатить. Мы так остаемся на улице. Впрочем, процесс демонтажа сразу трех ларьков, которые в свое время заняли место зеленой зоны, прохожие поддерживают, а некоторые даже останавливаются понаблюдать. А вот некапитальные объекты, которые появились на привокзальной площади не больше года назад, имеют кроме самого настоящего капитального фундамента, еще и настоящих собственников со всеми правами. Поэтому пока город не предложит им альтернативное место расположения своих торговых точек, Отсюда они никуда не денутся. Нам приходится вести достаточно сложные переговоры с собственниками этого объекта, для того, чтобы дать им нечто взамен в другом районе города. И этот объект будет демонтироваться в последнюю очередь. Некапитальные строения убирают с привокзальной площади, согласно недавнему решению городского совета. Причем делают это в долг. К концу года казначейство прекратило финансирование. Задолженность выше 30 тысяч гривен. И мы большими трудностями сегодня уговариваем собственников эвакуаторов предоставлять нам эту технику для проведения демонтажных работ. По плану, помимо Макдональдса, на привокзальной площади останется всего два торговых объекта. Оба на остановках. Вадим Шпаченко, Олег Шпак, Новая Одесса. С 20 по 23 декабря в Одессе в связи с ремонтом дороги будет частично изменено движение автотранспорта на углу улиц Черноморского казачества и Николая Гефта. Они коснутся в том числе и всего общественного транспорта, идущего на поселок Котовского, за исключением трамваев. В объезд от улицы Черноморского казачества через Красный сквер и вновь на Черноморского казачества поедет 25 маршруток. И среди приятных бонусов электротранспорта отсутствие зависимости от ремонта дорог и пробок. А с сегодняшнего дня для поднятия праздничного настроения по городу начали курсировать новогодние трамваи и троллейбусы. Как они выглядят, покажет Ксения Ноздрова. Праздник к нам приходит вместе с городскими елками, гирляндами и фонариками. Одесситов на новогодний лад будут настраивать праздничные вагончики трамваев. Их всего два. Курсировать они будут по всем направлениям. Трамвай с бортовым номером 3299 в час дня выехал из депо по 18 маршруту. Чтобы донести поздравления и праздничное настроение во все уголки нашего города. На каждом маршруте побывают такие вагоны, как в ночное время, так и в дневное. С бортов трамвая улыбается зимний символ снеговик и симпатичная неведомая зверюшка. Говорят, что это черепашка. Может быть это намек на то, что электрический трамвай – один из самых медленных видов общественного транспорта. Идея нашего предприятия, нашего директора, нашли спонсоров, те, которые нам, так сказать, помогли такое оформление сделать, потому что будем говорить, что наше предприятие скромное в отношении финансовых средств. По городу будут ездить по паре новогодних трамваев и троллейбусов. И у каждого одессита будет возможность помахать ручкой провожающему из праздничного транспорта. Ксения Ноздрова, Александр Шулятиков, Новая Одесса. Информационную картину пятницы дополнит проект о главных мировых событиях. В понедельник ждите в этой студии Антона Равицкого. А я желаю вам приятных выходных. Президент России Владимир Путин в пятницу, руководствуясь принципами гуманности, подписал указ о помиловании Ходорковского Михаила Борисовича 1963 года рождения. Указ вступил в силу немедленно, и уже спустя несколько часов политический заключенный номер один, как называют Ходорковского правозащитники, покинул колонию в Сегеже, где отбывал наказание. По последним данным, он отправился в Германию, где проходит курс лечения его мать. Если бы не указ о помиловании, Михаил Ходорковский должен был выйти на свободу только в августе 2014. 25 октября 2013 года исполнилось ровно 10 лет с момента ареста Ходорковского в аэропорту Новосибирска. Представители полиции продолжают работать над установлением причин, приведших к обрушению части потолка в Театре Аполло, расположенном в центре Лондона. Во время обвала 720 зрителей смотрели спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». В результате инцидента 76 человек ранены семеро в серьезном. 58 пострадавших были доставлены в 4 лондонские больницы. На месте трагедии работали 25 бригад скорой помощи и более 50 пожарных. Здание Театра Аполло было построено в 1901 году и признано историческим памятником. Компания-владелец театра назвала произошедшее печальным и вызывающим шок инцидентом. В результате падения автобуса в пропасть в перуанском департаменте Анкаш погибли 15 человек, 35 получили ранения. По предварительным данным, в результате превышения скорости автобус вылетел с трассы и упал с обрыва высотой 30 метров. Всего в автобусе находилось 50 человек. Для того, чтобы извлечь из-под обломков тела всех погибших, спасателям понадобилось более 6 часов. Мэр южного филиппинского города Лабанган Юкол Талумпа и его жена, родственники, оказавшиеся рядом с местом нападения полуторагодовалый мальчик, были убиты в пятницу в результате покушения в аэропорту столицы страны Манилы. По сообщениям местных СМИ, еще 4 человека получили ранения. Как установила полиция, двое неизвестных на мотоцикле подъехали к мэру, произвели несколько выстрелов в упор и скрылись в неизвестном направлении. По свидетельствам, очевидцев нападавшие были одеты в полицейскую форму. Согласно предварительной версии следствия, убийство носило заказной характер и связано с политической деятельностью градоначальника. В центре Сиднея полицейские сумели обезвредить и арестовать человека, угрожавшего взорвать здание парламента австралийского штата Новый Южный Уэльс. Как сообщили местные СМИ, несколько полицейских, находившихся у автомашины с неизвестным, неожиданно бросились к ней, разбили стекла, вытащили водителя и надели на него наручники. По имеющейся на этот час информации, неизвестный настаивал на том, чтобы из здания вышел глава правительства штата Барио Фаррелл. Однако суть его требования остается пока неясной. В Брюсселе состоялась последняя в этом году встреча глав государств и правительств Евросоюза. Ее итогом стала важная мера по предотвращению новых кризисов. Канцлер Германии призывала к реформам в еврозоне. Говорили в Брюсселе и про Украину, подтвердив готовность возобновить переговоры про ассоциацию, как только к такому шагу будет готова украинская сторона. В тот же день возле основных учреждений Евросоюза в центре Брюсселя прошла демонстрация протеста против мер жесткой экономии. Ее устроили полсотни гражданских, профсоюзных и фермерских организаций накануне принятия бельгийским парламентом закона о бюджете. На площади Святого Петра в Ватикане одиночный пикет пыталась провести активистка феминистского движения FEMON Инна Шевченко, по привычке оголив грудь, на которой была выведена надпись «Christmas is cancelled». Рождество отменяется. Впрочем, любопытные прохожие эту надпись, скорее всего, прочесть не успели. Инну Шевченко по традиции задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время она находится в отделе полиции, где заявила о начале международного топ-лес-марафона против правительств тех стран, которые внедряют средневековые нормы и законы, порабощающие тело и дух. В куполе американского Капитолия обнаружили более тысячи трещин. Через них просачивается вода, которая может испортить лепнину и потолочные фрески, украшающие внутренние интерьеры. С момента последней реставрации здания, в котором заседают обе палаты Конгресса США, прошло более полувека. По предварительным подсчетам на ремонт уйдет 60 миллионов долларов. Специалисты подчеркивают, что работы будут проходить ночью и не помешают заседаниям и многочисленным экскурсиям. Ежегодно памятник архитектуры на Капитолийском холме посещают около трех миллионов туристов. Во Франции появился новый аттракцион «Любители острых ощущений». Ждет специальная стеклянная кабинка, установленная над отвесной стеной горной вершины Эгюи-Дюмиди в верхней Савое. Полная высота этого пика 3842 метра. На сооружение кабинки ушло два года. Благодаря минимуму остальных деталей у посетителя появляется ощущение парения над пропастью. Авторы проекта говорят, что кабина полностью безопасна. Воспользоваться редким шансом получит возможность любой желающий. Если у него хватит смелости, найдется 55 евро. Рождество Христово – один из самых важных религиозных праздников. Однако в Латвии, где проживает порядка 400 тысяч православных и староверов, его вновь будут отмечать неофициально. Парламент республики в очередной раз отклонил законопроект о провозглашении 7 января красным днем календаря. Официального статуса для Рождества требовала русскоязычная оппозиция. По задумке депутата, в стране должен быть введен дополнительный официальный выходной день, чтобы каждый житель мог отметить важный для себя религиозный праздник. Однако Минфин подсчитал, что введение такого дня снизит доходы госбюджета на 20 миллионов долларов и оскорбит чувства атеистов. И эта инициатива застряла в профильных комитетах парламента. Рождество еще не наступило. Обитатели Сиднейского зоопарка Таронга уже имеют возможность насладиться рождественскими подарками. Для кенгуру подготовили специальный рождественский чулок с их любимым кормом. А вот для сумчатого зверька под названием «Тасманский дьявол» нарядили своеобразное рождественское дерево, украсив его кусками мяса и тушками крыс. Тюленям устроили рождественскую елку у бассейна. В замороженные шарики спрятаны морепродукты. Животные восприняли такие подарки с явным энтузиазмом. Впрочем, по словам сотрудников зоопарка, и в обычный день на аппетит они не жалуются. В порту американского города Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, прошел ежегодный уже 105-й по счету рождественский смотр лодок. В красочном зрелище были задействованы все и миллионеры на своих яхтах, и простые калифорнийцы на скромных катерах. Разукрасив сюда неоновые иллюминации, участники парада один за другим вошли в гавань, где их встречал торжественный салют. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». В субботу 21 декабря в Одессе в течение дня будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Температура воздуха ночью от минус одного до плюс двух. Днем 4-5 градусов со знаком «плюс». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини-каска». Потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини-каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. 719 0555.